Совместная подготовка квалифицированных кадров. Этой теме посвятили рабочие совещания, в котором приняли участие представители нефтяных компаний «Татнефть», «РН Северная нефть», «Лукоилкоми», «Зарубежнефтдобыча Харяга», «Печоронефть» и «Башнефть», руководители профильных департаментов и Ниньского профессионального училища. На встрече были озвучены предложения, которые позволят наладить более тесное сотрудничество профессиональных учреждений и нефтяных компаний региона и, как следствие, качественную подготовку рабочих кадров для работы в нефтянке. Одной из главных тем совещания стала организация производственной практики на объектах нефтяников. Сегодня есть необходимость отправить на стажировку студентов-выпускников по специальности электромонтажник. В группе обучается 17 человек. Троих из них по предварительной договоренности берет на практику «Роснефть. Северная нефть». Обязательно у практикантов должны быть удостоверения на рабочую профессию. В данном случае это должен быть электромонтер по силовым сетям и электрооборудованию не ниже третьего разряда. Мы готовы предоставить практику на Баганском месторождении. Студенты будут обеспечены тиферазовым питанием, проживанием. Не откладывая вопрос в долгий ящик, Дмитрий Рожин предложил представителям нефтяных компаний на месте оценить возможность организации практики для оставшихся 14 студентов-электромонтажников и для группы слесарей-ремонтников. У нас есть хорошая практика предыдущего года, где мы принимали 13 студентов, которые провели сплажину нашей компании, которая оказывает услуги, как и в Северной. Поэтому в этом направлении мы готовы подключиться к этому вопросу. Питание, спецобеды, здравоохранение, значит, это будет. Но это всё с Усинска. Мы понимаем, что до Усинска детей мы доставим. Поговорили и о трудоустройстве жителей НАУ на производственные объекты нефтяников. Из 11 тысяч человек, которые сегодня работают на месторождениях Неницкого округа, лишь 500 – местные жители. По информации Сергея Сверидова, из 860 вакансий, представленных на бирже труда региона, 463 – это вакансии недропользователей. Однако трудоустроить на них именно местных жителей не всегда удаётся. Здесь как раз основная проблема, в чём существует, что с момента получения вакансии, формирования заказа и до окончания процесса обучения проходит продолжительный период времени. Само обучение от трёх до четырёх месяцев составляет, плюс все организационные вопросы. Соответственно, столь долгий период работодатель не может ждать от нас предложения, и вакансия замещается. И в итоге получается следующая картина. Мы человека обучили, а вот разустроить его уже не можем. В этой связи Сергей Сверидов предложил недропользователям совместно с Неницким профессиональным учреждением выстроить прогнозный план, который бы учитывал потребность компаний в рабочих кадрах. По словам Галины Медведевой, сегодня училище способно мобильно готовить специалистов по краткосрочным программам в течение трёх-четырёх месяцев по различным компетенциям, а их соответствие требованиям работодателей можно оценивать на демонстрационных экзаменах. И вы бы могли видеть, чем, какими компетенцией сегодня обладают студенты. Достаточно вам этих компетенций или нет. Такая работа, по мнению Галины Медведевой, ещё на стадии обучения, исключит недостаток квалификации местных жителей, причину, по которой они зачастую не могут получить работу в нефтяной сфере. Руководитель департамента образования Илья Иванкин призвал недропользователей активно участвовать в учебном процессе, в разработке учебных планов и программ, а также в программе целевой подготовки для предприятий Неницкого округа. Мы открыли дополнительные группы по 25 человек в каждом учебном заведении на условия софинансирования. Когда у нас 80% стоимости учебного процесса оплачивается за счёт бюджета Неницкого автономного округа, и 20% оплачивают работодатели. При этом студент, который изъявил желание, заключает с ними договор на обучение, чтобы впоследствии отработать определённое время у этого работодателя. Никто в стране такого ещё не делал, мы были первые. Чтобы много денег не платил студент и его родители, мы пошли на 80% нашего финансирования бюджетного и 20% работодателей. Поэтому мы бы хотели ещё такую практику развивать с нефтяными компаниями. Я не думаю, что для вас при обучении 3-4 человек это будет слишком обременительно. Все предложения, озвученные на совещании, представители нефтяных компаний проработают совместно с руководством. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.